Приветствую вас и давайте разберем ваш вопрос с такой позитивной. Вы пишите, что просидели долго на 24 года. Почему вы сидели дома? Что вам смешало, не давало ни сидеть дома? Какие проблемы, какие препятствия, какие блоки, комплексы, может быть, мешали вам выходить из дома раньше этого возраста? Далее вы пишите, что очень важно найти работу, значит, что-то в вашей жизни изменилось. Что вы хотите поменять ее. Что изменилось? Изменилось что-то в вас или изменилось что-то во мне? Если у вас поменялись желания, поменялись приоритеты, вы наконец, например, почувствовали, что вам пора бы уже вести более активную социальную жизнь, то это одно. Если от вас стали требовать другие люди что-то, например, ваши родные, это другое. И когда люди требуют от вас того, например, чего они не требовали раньше, возникает тревожность. Разве окружающий мир меняется, а мы нет. Тревожность всегда это бег от опыта, это бег от изменяющихся условий, при желании остаться в этих условиях, в тех, которые были, и не желание менять себя. Итак, значит, для начала определим так. Если имеет место быть тревожность, то чего именно вы боитесь? Почему вы не хотите принять то, что мир изменился? Пока мы не будем говорить о знакомстве, о работе и так далее. Почему вы не желаете принять то, что мир вокруг вас стал другим? Вы пишите, что боитесь ознакомиться с людьми. И это, в принципе, нормально. Если вы действительно сидели дома очень долго, то нет навыков коммуникационного взаимодействия с окружающим. В этом плане имеет смысл, во-первых, проработать модель общения. То есть, ну, каждый человек, он по-своему устраивает свое общение. Кто-то говорит много, кто-то больше слушает, кто-то там еще как-то себя видит. Тут нужно подобрать индивидуальную схему общения, индивидуальную схему взаимодействия. Исходя из чего? Исходя из важных интересов. Вы знаете, вы, наверное, удивитесь, но если просто так на улице пройти к человеку и знакомиться с ним, вряд ли это знакомство будет хорошим. Потому что у вас абсолютно ничего не святого. И если говорить о знакомствах перспективных, правильных, интересных, то в первую очередь речь идет о том, что лично вам интересно. Какие у вас увлечения, ходы, какие у вас задачи, идеалы, цели, стремления. Вот об этом изначально нужно говорить. Это нужно изначально оформить как ориентир для того, чтобы к чему строить свое деятельность. Чтобы ставить себе определенные цели, добиваться их, и добиваясь их, обретать уверенность в себе, чувствуя определенную успешность. Цели для лучшего, для более простого достижения, лучше добивать на задачи. Задача проще выполнить, задача проще решить, она более приближенная по сложности к реальности. И решая такую задачу, вам необходимо подобрать оптимальный алгоритм действий по ее решению. Для этого осуществляется перебор. То есть вы перебираете возможные поведенческие схемы, для того, чтобы добиться, чтобы решить задачи. В этом можно, в зависимости от того, на каком этапе у вас возникают трудности, вам помочь. Но ставить себе цели разбивать на задачи и выполнять эти задачи обязательно. И пусть в начале цели будут не такими уж и громадными, не такими уж и гигантскими. Вы знаете, если вы 24 года сидели дома, а теперь вам нужно знакомиться с людьми и работать, то это, конечно, очень тяжело. Более того, нельзя так ставить свою цель. Нельзя ставить цель сразу начинать и работать, и общаться с людьми. Для начала вам нужно как-то налаживать коммуникационные навыки. Как-то. Для начала инициировать свои положительные стороны в обязательном порядке и негативные. Положительные развивать, негативные преуменьшать. Это предполагает работу над собой и саморазвитие. Далее. Вам необходимо уметь поддержать как можно большее количество тем в диалоге и не бояться выразлять свои мысли. Для этого необходимо повышать свой кругозор и как можно больше изучать информацию, чтобы эту информацию можно было преподнести, вынести. Дальше. Вы пишите, что вам страшно. Страх – это всегда неизвестно. Вы боитесь, пока не знаете, чего именно вы боитесь. Давайте подумаем, почему вам страшно знакомиться с людьми. Потому что вы боитесь, наверное, выглядеть глупо. Хорошо. Но что тогда есть, по вашему мнению, глупо? Глупое поведение, глупая вещь? Думаю, на этот вопрос вы ответите. Ответите, и в зависимости от того, чего именно вы боитесь, что именно вы считаете глупым, в этом направлении можно идти. Например, если вы считаете, что глупо молчать в диалоге с людьми, или глупо ничего не говорить, или, да, против, считаете глупым что-то еще, то, во-первых, отвечая на вопрос, почему вы считаете это глупым, почему именно это для вас является глупым. А дальше предпринимаем четкие шаги для устранения этих моментов. То есть, если вы, например, не хотите молчать, то, соответственно, нужно говорить. Чтобы говорить, нужен материал, который вы будете говорить. А это повышение, опять-таки, своего кругозора и развития интеллекта и умственных способностей. Далее. Что касается работы. На счет работы, можно сказать, да. Когда человек приходит работать, он не приходит общаться с людьми. Он приходит именно выполнять свои обязанности. Свои профессиональные обязанности человек устраивает, взгляда из того, что у него лучше всего получается, что он умеет, что у него есть опыт. Если опыта нет нигде, то, соответственно, человек проходит либо стажировку, потому что ему нравится и обучение на месте работы, либо проходит обучение. Если вы боитесь при начале работы ошибиться, то тут момент такой. Простите, а что, только вы ошибаетесь? Простите, а что, никто больше, кроме вас, не ошибается, когда начинает работать в какой-то сфере? А как иначе получить опыт, если не ошибаться? Когда человек работает, когда человек что-то делает и не совершает ошибок, это не опыт. Это удача. Это случайно. Это неосознанное, интуитивное поведение, которое не подчинено никаким правилам, никаким схемам, никаким законам. Только ошибаясь, мы делаем вывод, мы получаем опыт и понимаем, что, например, так делают люди. И абсолютно любой нормальный, адекватный работодатель это понимает. Для того и созданного стажировка, для того и созданного обучения, чтобы в процессе ошибок, в процессе освоения какой-либо профессии и деятельности получить опыт. Опыт для того, чтобы начать работу. По-другому опыта не получить. И никто не будет смотреть на ваши ошибки как на что-то экстраординарное. Потому что ошибки это нормально. Человеку вообще срочно ошибаться и не принимая возможности ошибки, вы по сути не принимаете за сами себя. А это, это уже достаточно серьезная проблема, которая идет, скорее всего, из детства. Возможно, ваши родители не давали вам ошибиться, ругали вас уже инфинно за ошибки. И внушали, что вы, например, недостаниспособны и так далее. Тут, если нужно прорабатывать детско-родительские отношения, лучше понимать ваших родителей с тем, чтобы вы выявили причинно-следственный связь между их поведением и их собственным внутренним миром. Тогда вам будет понятно, почему они к вам так относятся. И вы будете понимать, что их отношение к вам есть форма, есть вид, отражение их собственных проблем. Понимание этих проблем приведет к пересмотру вами того образа, который они вам внушили. Просто потому что вы понимаете, что он уносит личностный окрас. Открас в кондекции ваших родителей. То есть, конечно, работа по адаптации, по, так сказать, вливанию в социум довольно большая. И вначале вам нужно как бы брать на вооружение уже готовые модели, способы поведения. В этой ситуации лучше всего будет, если вы найдете идеал, образ поведения, который вам нравится. И будете давляться на кого-то, беря уже готовые схемы, используя их в своих целях. Освоив эти схемы, вы начнете их преобразовывать. Потому что какие-то элементы, части этой схемы не будут соответствовать вашим целям, вашим взглядам, вашим стремлениям и так далее. И вот тогда, когда вы начнете схемы преобразовывать, это будет свидетельствовать о вашем личностном родстве и, собственно говоря, о окончании как такового социальной ассимиляции. Я бы это назвал так. Работа предстоит большая вам, хотя бы по тем вопросам, которые я озвучил. И поэтому думаю, что вы можете справиться со всеми сами, в принципе, если у вас достаточно волевой регуляции. Что такое волевая регуляция, я могу вам рассказать отдельно, если вы захотите. Либо вы можете почитать сами. Если вы чувствуете, что он сами не справится, то нужно работать с психологом. Для того, чтобы он помог вам, поддержал свою медвину и помог вам преодолеть проблемные моменты. Но главное, ваше желание. Если это желание идет изнутри, то все решаем. Если это желание, которое вы тут озвучили, идет от людей, которые окружают вас, то тут сквозь нее. Потому что это не ваше желание, вы не очень сильно храните всего этого, а, конечно, другие. А вы пытаетесь, как бы, оправдать ожидания этих людей. И в данном случае это одновременно и неправильно. Смотря на то, что позиции ваших родных можно понять. И в то же время это хорошо, это полезно для вас. Но только в том случае, если вы сами понимаете, что вам это все нужно. То есть, главное желание, главное стремление что-то делать. Средства, в принципе, я вам предоставил. Направление, куда двигаться, тоже. Вы можете начинать это делать уже хотя бы сегодня. Но если моя помощь потребуется, или помощь любого другого психолога, обращайтесь за личной консультацией. И тогда с вами будет проведена более полная, более конкретная уже работа. На этом все, и если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо.